У Иркутской Думы есть председатель. Им стала главный врач городского перинатального центра Ирина Ежова. За ее кандидатуру отдали голоса 24 депутата из 26. Один проголосовал против, еще один воздержался. Голосование было тайным. Напомним, кандидатура Ежовой обсуждалась накануне на заседаниях регионального полицовета Единой России и фракции. Руководить Думой Ирина Ежова будет на неосвобожденной основе. Взаимоотношения между Думой и мэром, который избран из числа именно депутатов города, поможет продолжить работу совместную, которая направлена на самом деле только в одном направлении. Это для того, чтобы город развивался, это для того, чтобы люди, которые живут в городе, наши иркутяне, чтобы они видели желание сделать город более комфортным, более доступным для проживания. Пожар локализовали, пострадавших нет. Сегодня в районе Марково горели склады одного из предприятий. На место происшествия выезжали три отделения пожарных. Кровля на здании была полностью охвачена огнем. Во внутренних помещениях находились техника и газовые баллоны. Пожарные эвакуировали технику и вытащили из склада около 70 баллонов с пропаном и кислородом. Иркутским спасателям помогала пожарная команда из Марково. Тушение осложняется тем, что в поселке Марково отсутствует противопожарное водоснабжение. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии километра на улице на Синюшиной горе. К другим новостям. Жителям Хакасии, которые остались без крыши над головой во время пожаров, предложили город в Китай. С соответствующей инициативой к правительству Поднебесной обратился глава парткома внутренней Монголии Ли Китцян. Он предлагает селить погорельцев в городе Инкоу, одном из районов Китая. Дома там полностью готовы к приему переселенцев. Ли Китцян заявил, кроме того, что там же в Инкоу при желании могут поселиться и жители затопленных районов, в Приморье. В счет оплаты за услугу китайская сторона готова взять в аренду на 25 лет выгоревшую территорию Хакасии и выращивать там сельскохозпродукцию на паях с российской стороной. И в продолжении темы братской помощи. В селе Выдрино в соседней Бурятии пекинская компания построит завод по розливу байкальской воды. По предварительным данным это позволит создать более 150 рабочих мест для жителей села и спасет Выдрино от безработицы. В бюджет республики предприятие будет приносить около 45 миллионов рублей в год. Соглашение по реализации инвестиционного проекта сегодня подписали Вячеслав Наговицын и председатель правления компании Диган. В настоящее время ведутся работы по проектированию водозабора и производственных цехов. Подмосковщенный черный лесоруб пытался уйти от преследования в тракторе. В Иркутском районе полицейские и инспекторы ГИБДД патрулировали лесной массив. Они увидели группу лиц, которые заготавливали древесину. Подозреваемые им и попытались скрыться. Одного лесоруба сотрудники правоохранительных органов задержали на месте. Другой успел сесть в трактор. На требования инспекторов остановиться он не реагировал. Сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух, а после начал стрелять по колесам. Сейчас трактор находится на арестплощадке. По данному факту проводится проверка. С начала года в Иркутской области полиция задержала более 350 подозреваемых в незаконной рубке древесины. А в Забайкальском крае тракторист сжег целую животноводческую стоянку, бросив на землю непотушенный окурок. Из-за ветреной погоды загорелась трава. Огонь стремительно распространился на большую территорию. В итоге сгорел дом, все строения и 178 овец. По предварительным данным сумма ущерба составила 1 миллион рублей. И на этом у нас пока все. Увидимся с вами менее чем через час. Если вы хотите стать нашим мобильным корреспондентом, присылайте свое видео на нашу электронную почту. Ее адрес вы сейчас видите на своих экранах. Или звоните нам по телефону 33 13 28.